как мы четенько успели к окончанию игрового дня на gold поздравляем хэппи с выходом в полуфинал довольно тяжелым несмотря на шапка закидательские настроения бобра после первой игры 120 показал что и в корее тоже есть хорошие андеды вот хавк тоже достойно сражался в общем молодец несмотря на то ту напряженную ситуацию которая между нами сейчас возникла сначала по моей вине потом по его вине ну неважно но хавка тоже поздравляю с хорошей игрой мог выходить но в принципе немножечко не хватило вот собственно это самое немножечко я считаю отличает лучших игроков от хороших игроков прям вот топово элитных игроков от просто сильных госов вот хэппи как раз пережал передавил 120 в решающей игре у него хватило этого запаса скилла нервов и хладнокровия прочности и так далее но с хавком ситуация вышла наоборот он показал из пяти игр в двух хорошую игру но вот на третье уже у него закончили силы но тем не менее отличные были игры ждем полуфинала хэппи тхо эпичного полуфинала это будет повторение кстати прошлогоднего чемпионата точнее турниров летнего наверное до голда ниже раз в полгода розыгрыш устраивают и там хэппи 31 забрил тхо как раз в полуфинале и вышел муна сейчас мун даже из группы не выходит представляете какая разница это какие вот насколько близки по скилу игроки что в одном турнире легендарный игрок варкрафт доходит до финала а в другом турнире примерно с тем же составом он просто не может выйти из группы ну к слову о группах конечно я полагаю что организаторы просто потроллили или кто-то из группы а составом хавк в фазе еще пара коллег кто-то там явно заплатил организаторам за такую жеребьевку потому что ну когда там ну просто сейчас я даже хочу заскочить мы пока собираемся ладно ребят не вышли против чуть-чуть по трендить мы как раз с варкрафта немножечко свечимся в seven days to die но я вот буквально вброс из трех-четырех предложения существую трех-четырех мыслей значит ну вот по поводу по поводу групп у меня конечно вот недоумение полное если честно что это такое было ну посмотрите сами так где ж эти сраные группы ну вот группа а в фазе инактивный юмико деревянный чек я опять же говорю обо всем этом в кавычках конечно в сравнении с нами обычными смертными все это все это величайшие игроки современности речь идет именно о них в сравнении с другими про игроками привет камель при это dark templar так вот в фазе там дед второго эшелона инактивный юмико деревянный чек и тоже ну такой прохладный орг саин и хавк а простите эта группа а а в группе например в той же самой группе б вы посмотрите состав лавлиет fly линтых а вы ребят че угарайте что ли то что за жеребьевка группа c moon happy инфи ну там colorful и сок правда сок тоже дал бой кстати он вышел из этой группы выбив инфи то есть получается что даже рейтинг фаворит группы не смог выбраться ни один ни другой кстати не мун не инфи то есть жесточайшая рубка какой-то безумный посев там лучше из лучших в группах и тут группа а просто какой-то проходной двор ну просто ни одна вот вот в группе а нет ни одного фаворита в принципе не было возьмите вы пересуньте флая там или какого-нибудь муна таково не будет просто перетыкнуть из другой группы в группу а это же невозможно ну хавки естественно из такой группы вышел на первом месте это не умаляет его заслуг но я думаю и он и все кто хотя бы немножечко следит за просцены понимает что это была самая зявая группа так всегда на чемпионатах мира происходит жеребьевка собирает какую-нибудь злую группу смерти адскую куда попадает обычно сборной россии а и есть обязательно ну то есть все группы ровненькие есть какая-то мега злая группа смерти и есть супер изявая группа из которой не выйдет только ленивый ну вот здесь тоже как-то ну а я понимаю на чемпионате мира там 8 групп довольно сложно все предусмотреть но здесь четыре группы но можно же было как-то хоть немного равномерно их посеять но в итоге что мы видим мун из группы не выходит инфи из группы не выходит кто там еще за бортом fly отъехал с лавлиетом из такой группы где там линт и хой и фоги фоги там правда тоже свинью подложил у него самого так я смотрел по игре шансов из группы выйти не было но парочки конкурентов он заметно настроение подпортил обыграв их в личных встречах ну и что в итоге не выходит fly лавлиет мун инфи кто там еще фокус то есть ну нормально 5 топовых игроков не выходит зато группа а велкам тусан тропе чек и хавк ну нет я как бы не умоляю достоинства хавка но согласитесь что выход из такой группы при том что он супер легенды остались где-то за бортом потому что у них была жесточайшая рубка это немножечко немножечко не то вот но тем не менее хавк молодец максимум который мог показать он показал выжил из себя все правильно сказал майкер что заметно подтянул форму меня с ним в общем-то и конфликт получился привет хранопис у меня с ним и конфликта как раз случился из-за того что у меня есть такая особенность говорить правду даже если я с человеком дружу и даже если я с ним хороших отношениях я очень со многими даже в стримерском комьюнити испортил отношения из-за своей дурацкой привычки говорить то что думаю не или заблюдить не присмыкаться или наоборот там и не делать какие-то лицемерные скидки но он же мой друг нет я им скажу человеку все у меня так было с виви у меня так вот с хавком получилось у меня так еще с кем-то произошло не помню уже но если сейчас на вскидочку так поднять еще пара пара тройка человек со мной перестали разговаривать но я всего лишь говорил правду то есть на одном из прошлых голдов я не помню то ли на предыдущем то ли вот через один в прошлом голды хавк приехал реально как турист ну просто ни о чем то есть у него не было форму он там ну вот вот ну как как юмика пока прокатился на турнир там хотя даже не микро последний матч выиграл дело даже не в том что там другие играли лучше он очень много его как фоги на этом турнире кранил недоконтраливал вот явно не было нормальной формы я естественно в чате сказал что он приехал как турист вы не представляете сколько обиды от хавка у меня был у меня там же в чате у майкера проклял тут же прекратил со мной все отношения рассказал что я там такой секой и что я там типа его не поддерживаю все дела хотя это писал общем-то не хавку а пацанам из чатика ему это в глаза не говорил ну чтоб типа не портить ему настроение кто знал что в этот момент хавк зайдет ну короче сказал правду за правду я потерпел вот хавку повсюду меня игнорит но это неадекватно я считаю как у тебя самого с подобной критикой в свою сторону да и зява если ну реально если она обоснованная много раз критику в свою сторону принимал нормально мне кажется что очень ярко в это характеризует ситуация словом когда я будучи подверженным токсичности виве начал тоже на всех гореть и матюгаться какой-то момент реально ну то есть мне много говорила народу что то что ты там делаешь совсем не то идешь не в ту сторону и ты из позитивного стримера превращаешься в кусок говна вот какой-то момент но я реально просто посмотрел на себя со стороны услышав объективную критику и поменялся ну во первых поменялся во первых я ушел злого но до этого я еще какое-то время я под стримом старался быть уже позитивным никого не ванить и так далее как ты мне на стриме skype звонил требовал пояснить за переименование матного канала бро я честно не помню этой ситуации просто не помню если напомню что где может быть я там был неправ я я хоза я просто этого не помню ну вообще признавать какие-то ошибки признавать свои неудачи свои свои промашки от нормальные вообще свойства людей вот в этот раз как конечно сыграл гораздо лучше он по сути сейчас наверное на пике с той формы которая у него только может быть типа показывает весь свой потенциал и несмотря на вылет четверть финале сыграл очень достойно ни у кого язык не повернется назвать его туристом или как фоге майкер чехвостил весь турнир ну по делу по сути как-то так ладно ребята тысячи лет назад был он тут тогда прям совсем горячего когда валец играл ну да ну наверное на эмоциях но то вспомни как майкер два дня назад приостановил трансляцию на youtube собственно я думаю что у этих ситуаций ноги растут примерно из одного места до на в пылу эмоции естественно ну каждый может там вспылить разгневаться подгореть и совершить какую-то импульсивную глупость но главное потом осознать что ты был не прав а другие были правы я в принципе так и с хавком понимаю он прочитал от меня там несколько ну а по сути я реально писал правду прочитала мне несколько фраз в чате видимо у него от этого очень сильно бомбануло и тогда на эмоциях там он не наговорил всякой фигни этот постный этот момент я абсолютно понимаю ну нормально вы вышел из себя не совладал с эмоциями но потом-то ты блин ну ты прошел турнир какое-то количество времени после него пролетело ты же наверно проанализировал свои игры посмотрел типа ну явно действительно играл как кусок кала на просто ну я имею ввиду опять же да не в целом а именно в сравнении с про игроками мы говорим исключительно опрос цене потому что ну это совсем разные плоскости сравнения по сравнению с ним я кусок кала до в варкрафте мы говорим именно относительно профессиональных спортсменов не отыграл как кусок кала ну подумай блин ну может меня там за дело сказали типа ничего бывает там я же говорю центром у меня это у меня это вот дурацкое свойство характера я всегда говорю правду знакомый товарищ друг вот если он косячит я по моему мнению что-то не так делать я ему я не буду молчать я из-за этого сейчас дружу только самыми ну скажем проверенными ребятами остались в моем круге общения самые проверенные которые там понимают свойства все у кого иное отношение они уже давно сама не разговаривает без вопросов центром я же говорю я высказал свое мнение хавка имел право на него обидится да в тот момент вспыхнуть обидится имел право ну ё-моё что-то как девочка себя ведешь дальше ну прошло ребят прошло больше полугода я перед ним извинялся на нескольких стримах публично в чате ну то есть я в чате написал ему это я в чате же на каких-то популярных трансляциях перед ним приносил извинения я ему писал в личку на разных платформах типа говорю чувак ну давайте позороем топор войны я не вижу причин там перестать общаться из-за такой херни я там может быть там не прав был из того что высказал то мнение ну но ты тоже обижаешься как как телка реально 0 реакция ребят он реально вот тут вот он как тогда виделся все ну короче говоря молодец happy в общем результаты наверное везде ожидаемы без сюрпризов абсолютно лин перекатил чека не заметив тхо правда вот пух там на стриме рассказывал о том что сок это машина по убийству и король мира и он вообще чуть ли не претендент на чемпионство он такой великолепный пух от него там реально захлебывался в восторгах ну и тхо просто человека даже не заметил как на тренировке откатал такое тоже бывает то есть аналитика она ребята у всех диванная даже у аналитиков более высокого диванного уровня кто как не товарищ и друг не скажет правду в глаза ну да я тоже не понимаю то есть как раз я бы например хотел чтобы со мной были люди которые меня в какой-то момент а дернут вовремя и я не наделаю глупости там я сделаю правильные выводы я не влечу в какую нибудь ситуацию неприятные за того что был неправ я например только рад если со мной рядом будут такие люди они остановят скажут бы не вор там типа садит и тут реально не прав чувак я может быть на них и погорю но я по прошествии какого-то небольшого времени я стыну обдумаю реально пойму так он не красавчик был центром в том-то и дело ну с хрена ли говорить человеку неправду он не был красавчиком в том турнире он был туристом я не знаю чем он занимался там какие обстоятельства повлияли на уровень его подготовки но конкретно на том турнире его красавчиком мог бы назвать только слепой глухой человек не вообще не игравший никогда в варкрафт еще с менингитом не был красавчиком я в этом написал ну ладно проехали пацаны давайте поиграем 7 days мы все-таки сюда пришли покатать в эту прекрасную игру я так понимаю что у меня сейчас вообще такая традиция каждую трансляцию начинать с обсуждения тех или иных тем и потом углубляться можно спокойно вырезать начало стримов